Это не просто так появившиеся расходы в бюджете. Они действительно были основаны на документах. Есть оценочные решения, есть комиссии, которые работали, есть распоряжение президента, создана рабочая группа, есть протокол совещания межправкомиссии, есть официальное письмо от лица правительства нашей страны в адрес высших должностных лиц экономического блока и других Российской Федерации о готовности обеспечить это финансирование. Я так полагаю, что в этом смысле правительство обратило на это внимание и направило такие предложения о готовности. Сейчас это воплощается в жизнь. Но мне кажется, здесь правовых оснований хватает. Что касается заключений, ну сейчас я говорю, вот здесь не было зачитано, но я попросил, мне принесли заключение контрольной палаты Республики Абхазия на проект бюджета. Да, ну просто прочитаю, что так процитирую, да? Так, Минфинам для обоснования предусмотренных расходов обязательств на компенсацию затрат понесенных были представлены документы. Ну изучив, не представляется определить целесообразность расходования. Ну в данном случае мы, наверное, с вами все вместе понимаем, нецелесообразность расходов не подразумевает неправомерность их. То есть контрольная палата определяет, ну возможно на этот период как нецелесообразность. Причем нецелесообразность никак не раскрыта. В чем нецелесообразность? То есть документы, документы, они есть. Не правомерности, не правомерности нет. На предмет правомерности, на предмет правомерности, на предмет правомерности мы обратились в Генеральную прокуратуру, ответ который я так же зачитала. То есть, вы понимаете? Ну мы же ссылаемся на документы, которые есть. Ну не на разговор. Решение, заключение контрольной палаты о нецелесообразности для полного уточнения, насколько правомерный, как вы правильно заметили, но не написано правомерности, на предмет правомерности мы обратились в Генеральную прокуратуру. И ответ получили просто на мой взгляд циничный. Более того, на предмет правомерности я обратилась уже дальше по всем службам и выяснилось, что это был захват. Тогда я хочу сказать, контрольная палата, мы даем вам полномочия в контрольной палате, чтобы они не только не писали целесообразность, а еще писали правомочность. Мы их наделим к этим полномочиям. Это у них в соответствии с законом. Можно добавить что? Да, пожалуйста, да. Я просто хотел договорить по пунктам. Помимо правомерности, законности, наверное, еще мы должны руководствоваться справедливостью, да? Наверное, это все-таки народные деньги, которые вы хотите частный бизнес купить. Может, вообще какие-то другие у нас проблемы здесь в стране есть. Я, почему, я сейчас объясню. Важная реальность, задача сегодня стала купить какой-то завод. Сейчас я объясняю, объясняю. Мы слушали. Мы не имеем никаких документов, когда готовы присылать. Нет, я не знаю, право, я не знаю. Мы не слушали. Мы не слушали. С пановым государство переговоры не ведет. Органы государственной власти ведут... Минуточку. Органы государственной власти республики Афгазия ведут переговоры с официальными органами Российской Федерации. Ну, когда этот вопрос, видимо, конфликт тогда происходил сам по себе и вмешались уже органы государственной власти и республики Афгазия, и Российской Федерации, что тогда там было достигнуто соглашение, ну, что вроде республика готова это сделать, но там какие-то условия, обусловленности, да, кадровые. Ну, это совершенно разные вещи, законы бюджета и кадровые вопросы, ну, мне так кажется. Да, конечно. Это 100%. Поэтому, вот о чем сказал депутат Ашуба в данном случае, ну, или кадровый вопрос, или бюджет, ну, надо что-то разделить. В любом случае этот вопрос будет стоять на голосовании, да, вам голосовать. Но я вам откровенно говорю, что в данном случае есть необходимость, потому что вопрос находится на таком особом внимании и контроле. Вы об этом знаете, мы сейчас до конца об этом, если много будем говорить, еще больше времени у вас отнимем. Этими занимаются органы государственные, центральные органы госуправления республики и там заинтересованы органы Российской Федерации. Это что касается Панова. Теперь, что касается расходов на энергетику. Очень важная позиция, очень важная позиция по расходам на энергетический отрасль. То есть, понимаем, там сейчас беда, того не хватает, этого очень много всего. Я так обратил внимание, что 100 миллионов рублей, которые сейчас предусматриваются, их нужно будет обозначить под какую-то цель, да. И дополнительно, насколько я понимаю из представленных поправок, еще 50, еще 100, пока 50, я вижу. Да, еще 50 дополнительно на цели текущего характера. Я знаете, что хочу сказать, в том числе поддерживая эту отрасль. Это вот очень важно, на мой взгляд. Ну, не секрет, да, это экономика, это понятные вещи. Есть постановление правительства. Временные правила использования электроэнергии абонентами и потребителями. Я процитирую. Три минуты. Абоненты должны иметь приборы. Абоненты, не имеющие таких приборов, обязаны в срок определяемость, значит, установить. Для расхода электроэнергии используются приборы учета, разрешенные госстандартом и Абхазоэнергонадзором, и РЭС. Приборы учета электроэнергии, вот позиция, ребята. Приборы учета электроэнергии приобретаются и устанавливаются абонентами. Насчет абонентов. Находятся в хозяйственном ведении обслуживания абонентов. Установка приборов учета, расход электроэнергии производится под контролем. РЭС не несет. То есть, это аналогично тому. Какой год? 99-й. Подожди, мы руководствуемся 99-м сейчас? Мы руководствуемся действующим постановлением. 19-е вносилось изменение, но не в эти пункты. Поэтому я к чему говорю, я вот в целом, чтобы мы потом дальше понимали. Если сейчас, вот в данном случае, поставите на вопрос на голосование, на приобретение счетчиков, то вот это не даст основания дальше. А на меня вот это будет живое извинение. А, нет, извиняяя, подожди. Это не на нас. А, нет, нет. Слушай, мы влюбимся. Славный образ мы в стране, и на протяжении нескольких лет вот здесь не можем прийти к тому, я предложу сейчас предложить закон о бюджете, так только от силы. Останавливает нам определенную вечно, что надо обратить внимание. Нет, нет. Возвите это на вооружение. Зачем? Если мы уходим, что мы можем взять на вооружение? Это первое. И второе. Объясните мне, как восстановление может быть панацеей. То есть иметь в силу закона. Объясните мне. Закон о республиканском бюджете. Это всего лишь бюджетное сигнование. Это закон о цифрах, ну если так совсем. А это правила. Эти правила можно легко понять. Можно вопрос. Это правила для оттуда. Это решение правительства. Я предложу сейчас, точно, я договорю. В 2013 году, когда правительство устанавливали приборы дистанционного, учета, они что, были установлены за счет жителей? Нет, нет. Совершенно верно. А почему вы нарушили эти положения? Да. Да, правильно, правильно вы говорите. Совершенно справедливо. Дело в том, что, чтобы не нарушать, чтобы не нарушать вот такие требования, Черномор-энерго, само Черномор-энерго, которая тратит ежегодно расходы там 100-150 миллионов рублей, ну на какие-то там другие цели, не знаю, провода покупает, еще что-то, чтобы эти расходы государство потратило. То есть там взял на себя расходы Черномор-энерго текущего характера. А Черномор-энерго за счет этих средств, ну вот 100 миллионов рублей на счетчики, потратит, чтобы потом компенсировать. Черномор-энерго собрало больше денег, ну да? Так мы расходы их заберем. Мы же их, я предлагаю, мы их расходы заберем. На вот эти 100 или 150. Вот именно по этой позиции. Черномор-энерго сказать, приобретайте, это хозяйствующий субъект. Бюджетные деньги не должны направляться на эти цели. Я к вам с большим уважением отношусь, но мы в прошлом году обсуждаем бюджет 21-го года. Вы стоили здесь, нас убеждали в том, что на ремонт очагвары, на отдельная статья бюджета не нужна. Прошел ровно год, мы заходим в 22-й год, очагвара до сих пор не отремонтировали. Очагвару делали там, средства направляли. А где отремонтировали? Средства отгуда направляли? Я же не говорю конкретно сейчас о... Вот именно поэтому мы хотим, чтобы эти деньги были отражены прямо в законе, прямо по праву. У Черномор-энерго перед бюджетом сегодня долги 325 миллионов рублей. 325 миллионов рублей, но это вот, наверное, не новость. Любой, кто занимается там финансами и экономикой, наличие такой задолженности, это при отсутствии, что там начисленных, естественно, денег, штрафов. Вот основная сумма долга 325 миллионов. Это же тоже, наверное, как безвозмездная инвестиция туда. А перед ними какой долг, Владимир Владимирович? Полтора миллиона. А 320 миллионов из чего образовываете? Нет, у государства тоже есть. У меня есть у государства плохого администрирования. И зачем у государства? У меня есть у государства предприятия, которые должны быть свыше 300 миллионов. Нет, нет, нет. О чем вы говорите? Нет, что вы говорите? А есть предприятие у вас 300 миллионов, 30 тысяч, от того, наверное? Нет, 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 точно. А вы оплачиваете? Владимир Владимирович, льготники, они всегда за счет какого-то бюджета должны оплачиваться. Вы 2,6 миллионов, по-моему, из-за них считали, как 52 миллиона грязь за общий с льготников 100 и грубо так назовут. Половину, хотя у тебя уникали, что компенсируют по праву. Я что хочу сказать? Согласен. Давайте 50 миллионов с малой среднего предпринимательства. Подождите, по 50 миллионов малой среднего предпринимательства. Да, именно это. В 2021 году для цели поддержания субъектов предпринимательства были предусмотрены эти бюджетные ассигнования. Естественно, готовился механизм программы. Да, он находился там на разных стадиях рассмотрения, согласования. Есть, конечно, позиции, которые полностью поддержаны. Есть позиции, которые находились на уровне согласования. Ну, финал один. Решения нет. Ну, решение, разумеется. Решения нет, ассигнования не пошли. Ну, в этом году продублировали этот объем. Я так полагаю, ну, так полагаю. Вот сейчас, откровенно говоря, наверное, никто не сомневается, что такие расходы должны быть. Конечно, должны быть. Конечно, они должны быть. Конечно, они должны быть. Должны быть. Это малого, 50 миллионов. Пальгодный все-таки должны быть. Да, 50 миллионов. Ну, наверное, должны быть. А проще, чтобы вывезли расходы. Нет, ну, я же только что сказал. Это же не цель, вот не самоцель. 50 миллионов рублей. Если вы согласны, что эти расходы нужны, но под нее сейчас, допустим, идет согласование программ, Ну, пожалуйста, можно же, как условно, и включить, и все. Предлагаю поддержать, либо поставить на отдельное голосование вот эти вопросы. Это важно. Так нельзя делать. Это неправильно. Одни расходы на потребление государство не должно нести. Не надо этого делать. По развитию связи, эти целевые деньги, и на законные связи определить, должны там... Мы их оставляем в бюджете. Мы хотим их отправить сюда, непонятно куда. Нет, нет, там... Валерий Павлович, вы задумывались с результатами проверки контрольной палаты. Палаты, что... Павел Иванович, мы предусматриваем ассигнование. Мы работаем по законам. Павел Иванович, мы увеличиваем. Здесь надо предполагать ответственность на... По законам работаем, вы представили. Теперь нам результаты почитайте, контрольная палата, и все там, полиция, вы его увидите. И что вы должны, это почитать, как зовут генеральный руководитель, как зовут руководитель. Уважаемый коллеги, поправки, которые внесены, тоже, ну вот, на рассмотрение в таблице, тоже очень важные. Но я так полагаю, к ним есть, наверное, обоснование? Ко всем. Ко всем есть правовое обоснование нормы, законы, расчеты, как к любому расходу. Лучше всего, на мой взгляд, вот всем вместе, буквально всем, там много хороших инициатив, найти источник увеличения дохода. Вот тогда можно формировать другие расходы. У нас получилось, у нас получилось, без увеличения дохода, у нас получается так, без увеличения дохода ты распределяешься расходы.